Привет, дорогие друзья! Это Е1, меня зовут Сергей Панин. И сегодня мы с вами будем говорить об истории одной машины и одной семьи. Расскажем о бизнесмене, который решил восстановить автомобиль, на котором его забрали из роддома. Привет, Константин! Константин Шептун. Добрый день! Константин, красивая у тебя Волга. Расскажи, почему вдруг решил заняться восстановлением этого автомобиля? Ну, наверное, основной момент это то, что я немножко ему чем-то обязан. Он, начиная с моего рождения, а это был холодный месяц февраль, 23 февраля 1974 года. Дед ее завел, хотя зимой не ездил. Печка работала плохо, он вез меня из роддома именно на ней. Для него было важно, чтобы вот именно на машине он забрал, а не на каком-то такси или там троллейбусе, или как-то, ну в то время еще проблемы были с этим. И когда, по сути дела, я подрос уже годиков до 4-5, ну то есть доставал до руля, а педали еще не доставал, мы выезжали, когда в лес, дед говорит, это твоя дорога, садишься за руль и едешь. Ну и вот я сначала рулил, потом стал доставать до педали, начал там потихонечку тормозить, на газ давить, ну то есть все как бы с дедом вместе. Ну и по сути дела, вокруг машины прошла моя жизнь, она, скажем так, была у нас полностью всегда с нами. Примечательно, что ни разу в жизни за 50 лет не попало ни в одно ДТП. Единственное, царапинки, конечно, ну штук, может быть, 10 были поставлены все мной, когда я учился. Ну давай расскажем о главном, о покупке этого автомобиля, это было еще до твоего рождения. Как рассказывал дед, вот от профтехобразования, он у меня заслуженный учитель Российской Федерации, и вот с бабушкой они ездили в Алжир на год буквально или на полтора, они там вот что-то там кого-то обучали или что-то показывали. Вот, и по возвращении они, значит, вернулись и решили, видимо, оплачивалась тогда валютой, решили купить себе машину. Приехали в Горький, привели их на склад, так называемую площадку, да, ну как рассказывала опять же бабушка. Они почему-то выбрали вот именно вот эту машину и по цвету, то есть были черные Волги и вишневые. Ну и, в общем-то, взяли ее, купили и поехали в Омск своим ходом. Они ехали, естественно, медленно, обкатывали ее, вот, и ночью останавливались, ну, в городах по дороге в Омск. И когда раскладывали сиденья, спали, ночью очень часто подходили люди, стучались в окошко и говорили, а что это за машина, то есть подскажите, первый раз такую видим. То есть не давали даже выспаться. В Омске это была первая машина, ГАЗ-24, то есть это был 70-й год. Именно в 70-м году начали массово производить Волги и сняли, 24-й Волги и сняли с производства легендарной 21-й Волги. То есть именно вот этот год, как раз когда массово стали производить машину для советской элиты. Вообще, конечно, история о том, что твой дед смог купить эту машину, она сама по себе интересна, потому что, я так понимаю, это было не для всех доступное мероприятие, даже в плане, не в плане денег, а в плане просто доступности самого автомобиля. Ну, я думаю, что, наверное, да. То есть, учитывая, что все-таки были какие-то, наверное, заслуги перед Родиной, ну, наверное, вот за это разрешили купить Волгу, да. Как так получилось, что машина в одной семье прожила 50 лет? То есть есть с этим какая-то история? Машина полностью устраивала во всем. Ну, у нас семья достаточно большая, и сестра и тетя прилетали, когда с Москвы на летний период, и мы с Екатеринбурга, с сестрой приезжали, ну, со Свердловской еще тогда. Ездили за грибами, и, в общем-то, в машину надо было, ну, сесть, ну, человек там семь, как минимум. Поэтому, особенно за грибами там садились взрослые, потом садились дети. Ремней тогда еще не требовалось, и, в принципе, она в начальной комплектации шла вообще без ремней. Вот, потом дед какие-то самолетные с самолета сам приспособил, потому что начали появляться машины с ремнями. Давай обойдем машину, потому что она очень красивая, цвет, да. Конечно, самая фишка этого автомобиля, это безумно красивый вишневый, вишнево-коричневый такой цвет. Ты его подбирал просто на глаз, да, по памяти это делал. Ну, сначала я задался вопросом подобрать заводскую краску, да, то есть, может быть, есть какой-то это, все форумы, все изучил. То есть, в принципе, ну, что-то все получалось не то. И я решил все-таки подбирать по памяти. Слава богу, я ее мыл регулярно, я ее, как бы, чистил, и, в общем-то, примерно получилось то, что было. А что касается вообще уникальности этой машины, то есть, уже с половины 70-го года уже машины немножко изменены. То есть, пошли другие поворотники, пошли еще какие-то изменения. То есть, в принципе, через полгода уже у сидений ручка была другая. То есть, в принципе, ну, вот пытался, когда что-то на нее найти, в принципе, ну, мне все говорили, бесполезно. Потому что, вот, на самом деле, штучный экземпляр. Ну, вот, одну машину немножко старше я нашел, но больше не встречались. В каком состоянии она была, вот, к моменту, когда ты решил ее восстанавливать? То есть, что она из себя представляла? Я ее пригнал из Омска своим ходом. То есть, никогда не было, чтобы она стояла на ремонте двигателя. То есть, в принципе, двигатель до сих пор родной и ничего с ним не сделано. А пробег? Пробег 110 тысяч у нее. 110 тысяч. За 50 лет. Давайте обратим внимание на очень красивую решетку радиатора. Она прямо... Для меня это какое-то произведение искусства, если честно. Такая форма у нее... Мне кажется, сейчас современная машина, многие возвращаются как раз в какой-то такой подобной форме решетки. Интересный момент. Вот у нее 4 башенки. А вот через какое-то время было 5 башенок уже. Так вот, 4 башенки, это как раз ставились на первой серии. Потом добавилась еще одна башенка. У этой машины есть такие интересные вещи, как подфарники. Вот, они, ну, как сейчас дыхло, да, то есть, в то время были подфарники. То есть, в принципе, у нее нет такой функции помигать двумя поворотами. У нее есть функция только правым, потом левым. Поэтому сказать спасибо, ну, никак не получится. Заранее извиняюсь. А в реке нет. Ладно. Ну, в каком она все-таки состояние была? Что у нее было в таком приличном состоянии? А что пришлось? У нее были царапины. У нее были царапины. Здесь вот немножко на двери там царапины я немножко раньше повернул. Там где-то вот березку какую-то в лесу. Ну, то есть, особых каких-то вмятин или повреждений не было. То есть, в основном, ну, понятно, что раньше мыли все из ведра и губкой. Поэтому песок, который был в ведре, он тут же был на машине. Поэтому, к сожалению, да, вот матовость такая появилась некая за все эти года. А с точки зрения коррозии? А с точки зрения коррозии единственная проблема – это передние крылья. Все остальное у нее родное. Да. То есть, 80% запчастей – все ручки, все стекла, все молдинги, все, как говорится, кнопочки, они в основном родные. Ну, за исключением пластмассовых некоторых кнопочек, которые просто вот здесь есть. То есть, получается, вот эта вот ручка, да, она с 70-го года выполняется в функцию. Такой запах. Приятно. А пахнет вот тем временем. Пахнет тем временем, да. Хотя салон новый и перешитый. Ну, тоже, да, я так понял, постарались все максимально. Значит, ткань эта приближена к родной, то есть, это специально делалась ткань под оригинал. Ну, у нас всегда были сверху настелены всякие покрывала, тряпочки, подушечки, да. Но вот что интересно, вот это вот место, оно всегда было моим. То есть, я ехал и смотрел на дорогу, сидя на нем. Вообще, мы про это говорили, да, что именно машина, мне кажется, лучше всего сохраняет и передает эпоху, время и сохраняет воспоминания, да. Вот запах, да, ты говоришь, наверняка ты помнишь его из детства. Да, потому что вот есть такие вещи, которые запоминаются, как-то впиваются, да, впиваются куда-то внутрь. И ты потом чувствуешь запах и вспоминаешь что-то приятное, да, о том времени. Как долго ты восстанавливал эту машину и что было самое сложное в этом? Самое сложное было найти мастера. Машина, наверное, после того, как я ее пригнал в Екатеринбург, стояла примерно 4-5 лет. Очень много спрашивал рекомендаций, очень много было у меня пожеланий, да, чтобы именно человек восстанавливал не просто как обычную жестянку, да, а вложил в нее душу. Ну и вот я нашел одного такого мастера, Алексея Смирнова, но к нему было так просто не попасть. Поэтому пришлось заручаться серьезными людьми, которые попросили. Но как потом мы с Алексеем уже несколько раз разговаривали, он говорит, что взялся абсолютно не поэтому, а потому что ему именно понравилась история машины. И когда я увидел, как он бережно откручивает гаечки, я все сразу понял. Я понял, что машина в надежных руках. По плану было восстановить за год, но мы с этим не справились. Некоторые запчасти пришлось искать очень долго. Например, родные поворотники пришлось покупать очень... Передние? Да, передние. Я когда-то на новые их поменял, а старые не сохранил. То есть не то, что они были сломаны, а просто пришлось их, ну вот, новенькие, да, поворотники. Они, ну, современно сделанный аналог. В принципе, понятно, что не найти оригинальных запчастей. Служено найти вот такие поворотники? Ну, вот нашел хорошую партию, 18 тысяч стоили. 18 тысяч? 18 тысяч, да. 2. 2. 18 тысяч за 2, да, это вообще, ну, дорого, в общем. Вот, а вот эти все эмблемки, все это, все родные. Все родные. Ну, и потом просто восстанавливали, да, немножко покрывали? Нет, ничего не делали. И как оно есть? То есть это вот Волга, да, вот эта вот, которую мы сейчас смотрим, это именно та эмблема, которая была в 70-м году, 50 лет назад поставлена. То есть человек, который родился в 70-м году, и как это и Волга, в этом году отмечает большой юбилей, да, получается. Ладно, что еще было интересно в плане восстановления, то есть над чем приходилось трудиться, искать, выискивать, покупать? Был момент, связанный с магнитолой, с приемником, да, то есть оригинальный приемник, он, скажем так, врезан в родную решетку панели. И, опять же, я когда-то деду сделал доброе дело, врезал туда магнитолу у меня, вот она в гараже до сих пор есть. Но решетку-то я испортил, поэтому пришлось искать новую решетку и, соответственно, восстанавливать. И вот эта часть, она, скажем так, очень сильно нас затормозила, потому что, ну, понятно, что такие вещи только с родных машин можно найти. Ну, вот она не новая, не восстановленная, то есть она оригинальная. Оригинальная, точно. Да. Мечта, мечта светского человека, это, конечно, была Волга, да. Очень символично, что вот сейчас по новому ГОСТу разрешены именно вот такие старые номера, потому что была проблема. Номер был у нее 0808 ОМЗ, вот, естественно, черный квадратный. Но деды немножко напугали, он пошел их поменял на такие длинные номера и было очень некрасиво вот в данном месте. А сейчас по новым ГОСТам вот такие номера, это уже сделано по новым ГОСТам и, по сути дела, соответствуют. Красивые, да, номера? Скажу честно, я не выбирал номер 024, когда я пришел просто регистрировать старшее отделение, просто увидев на что, он говорит, можете подождать день или два, надо было подождать. Я говорю, конечно, подожду. И он говорит, мне, ну, очень приятно, чтобы вам выпал именно такой номер. Я потом немножко уже оценил, что все-таки ГАЗ-24 и номер 024, но... То есть ты не сразу оценил это? Я не сразу это понял. То есть человек, который в ГАИ это оформлял, он, скажем так, больше, видимо, разбирается, какие на машину надо ставить номера, да. Ну, приятно, что есть такие люди. Шара. Все почистил. Мы поехали, погодим. Константин, какие ощущения испытываешь вот в момент, когда машина стартует? Знаешь, вспоминается, как долго я не мог понять, как отпустить сцепление и при этом не заглохнуть. А потом как-то ночью мне приснилось, что вот надо именно так сделать. И с тех пор я прямо вот, скажем так, понял, как это надо делать. Фу, жарко. Кондиционер включить? Кондиционер. А, его нет. Блин, классно, да. Прямо я вот еду улыбаясь, потому что ощущение. Тормоза работают. Тормоза работают, это прекрасно. 95 лошадиных сил. В общем, сейчас стройка лошадей у самой там небольшой маловой литражки, да. А Волга это все-таки представительский автомобиль. Здрасте, здрасте. Да, а как? Какой не гудок, да? Все должны слышать, что мы едем, понимаешь? Какой он красивый, да, вот этот руль. Просто, причем, как сказал Алексей, да, кто реставрировал, что ты оплетку решил сохранить, да. Да, это не так, родная оплетка. Вот этот брелок, все знают его, что это брелок, вот тех времен шел вместе с машиной. Да, лучше двумя руками, потому что все-таки здесь нет гидроусилителя. Как двигатель приятно работает, прямо здорово, здорово. Ну, а пиши свои ощущения все-таки. А чувствую себя таксистом вот в те годы. У нас, кстати, с дедом было такое, я деду говорю, а давай подвозить кого-нибудь. Дают же какую-то денежку, рубль два, три. Вот, и дед говорит, да ты чё, я же такой заслуженный человек, будет стыдно. Я говорю, да чё стыдиться-то, мы же не воруем, мы же работаем. И все, и мы по 18-20 рублей за смену бабушке привозили, отдавали. Пошло время прокатиться самому, насладиться моментом. О, на дубровку. Проверяем. И просто главное почувствовать момент, когда сцепление опустилось и поехать. Поворотничек. Опа. Ну, едет просто замечательно, с таким достоинством. Получая большое удовольствие. Офигенно, офигенно. Надо сказать, что за рулем этой машины сидело практически четыре человека. Дед, я, ты и Алексей, который восстанавливал. То есть, в принципе, на этой машине больше никто никогда не ездил. Поэтому ты тоже прикоснулся к нашей истории. Ну что, дорогие друзья, это был наш первый тест-драйв в рамках проекта «История автомобиля». Это был Константин Шептун. Человек, который восстановил Волгу, на которой его забрали из роддома. Меня зовут Сергей Панин. За камерой Максим Бутусов. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. Если у вас тоже есть интересная машина с историей, пишите нам на Е1. Мы приедем с ним и всем расскажем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok